А вы попробуйте оправдывать других. В поступках их найдите веские причины. А вы попробуйте винить себя самих, а не равнять своим кнутом чужие спины. Откуда знаете, что ваш обидчик — враг? Быть может, он для вас наждачная бумага? И всё, что кажется, он делает не так, это шлифовка, что идёт душе во благо. Да коли рыться будем мы в чужих грехах, нам эта жизнь дана в Христа преображаться, а мы по шёлку да в грязнющих сапогах согласны плоти угождать и умоляться. Вы не судите с колоколенца своих. Пора, пора уже взрослеть и умоляться, не поддавайтесь игу дьявольских интриг. Примером личным покажите, как смиряться. А вы попробуйте смотреть со стороны. Быть может, просто гордость ваша виновата. Ведь в Слове Божьем указания даны лично для нас, а не для друга или брата. Ищите в Библии себя, а не других. Вникайте в истину и тут же применяйте. Мечом духовным не машите на своих. Вы тем мечом обиды лучше прогоняйте. Вы перестаньте допридумывать слова и сочинять в своём мышлении укоры. И все торчащие из ваших глаз дрова скорее пускайте на мосты, не на заборы. Да, мы должны друг друга словом обличать, но прежде ближних возлюбить и помолиться. И чтобы нам кого-то истинно поднять, порою стоит очень низко наклониться. Не надо путать обличение и суд. Пора не спысывать, а выполнять уроки. Если друг друга грызть, куда нас доведут все наши недомолвки, слухи, склоки, уже достаточно кивать и говорить. Ну а на деле, кто же будет изменяться? Сколько ещё в пустыне будем мы ходить, грехи соседские считать и придираться? А вы попробуйте оправдывать других. Вы посмотрите, мы же хлещем так, наотмашь. Своих детей, себя поставьте вместо их. Может, тогда прийти захочется на помощь? Проверьте это и поймёте, о чём речь. Мы для себя какие ещё адвокаты? Себя умеем защитить и уберечь, и доказать, что мы почти не виноваты. А вы найдите сто причин не для себя. Сознайтесь, всем нам приходилось ошибаться, а вы решите стать помощником Христа и с Ним пред Господом за ближних заступаться. Ведь посмотрите, Он ходатай за людей, Он день и ночь проступки наши покрывает. И сколько нужно нам ещё проповедей, если усилия никто не прилагает. А вы попробуйте, попробуйте спасать от наговоров и упрёков чьей-то души. Пора, пора уже характеры менять. Да слышат те, кто от Христа имеет уши. Слава Богу!